Российская балерина Анастасия Волочкова опровергла слухи о том, что их роман с певцом Николаем Васковым в 2013 был постановочным. Танцовщица рассказала об этом в студии вечернего шоу с Аллой Довлатовой на русском радио. Напомним, что знаменитости тогда провели совместный отдых на Мальдивах. Тогда же в сети всплыли откровенные фотографии бывшей примы Большого театра, на которых интимные части ее тела прикрыты ракушками. Реклама многие до сих пор не верят в искренность их отношений, недоброжелатели убеждены, что звезды устроили этот спектакль ради привлечения к себе дополнительного внимания. У меня тогда даже денег не было на отдых на Мальдивах. Коля мне позвонил и спросил, куда я собираюсь поехать на новогодние каникулы, цитирует Волочкову телепрограмма. Он сказал, что оплатит мне поездку. В итоге мы поехали вместе, провели прекрасную неделю. Мы действительно любили друг друга. Такого прекрасного отдыха в моей жизни никогда не было. По словам танцовщицы, она не намерена переубеждать тех, кто не верит в ее любовь с золотым голосом России, которая хоть и прошла уже, в те дни была настоящей. Она также отметила, что на Мальдивы они прилетели на разных самолетах для того, чтобы привлекать к себе меньше внимания, однако в СМИ все равно просочилась информация. Кроме того, знаменитость заявила, что больше не намерена заводить детей, а ее материнская роль в этой жизни выполнена. Напомним, что у нее есть 14-летняя дочь от бизнесмена Игоря Вдовина. Теперь, по словам Волочковой, на первом месте у нее стоит творчество. Артистка в настоящее время готовит для поклонников спектакль балерина в дозеркале и цирка. «Я считаю, что рождение ребенка никогда не является скреплением отношений между мужчиной и женщиной. Никогда ребенок не сможет удержать около вас мужчину», — заявила она. Танцовщица призналась, что отец ее дочери после разрыва их отношений откровенно забыл про своего ребенка. Он шесть лет не приходил на ее день рождения. Лишь недавно стал с ней общаться. «Сейчас дочь порой проводит время с папой, хотя живем мы с Аришей вместе», — рассказала звезда. По словам знаменитости, у них с дочкой нередко случались конфликты в связи с тем, что в доме Волочковой установлены определенные правила поведения, которые Арине не всегда хотелось соблюдать. К примеру, в их доме всегда следует самостоятельно убирать за собой посуду. Знаменитость считает недопустимым относиться к обслуживающему персоналу как к прислуге. Сейчас, по словам балерины, дочь выполняет все условия для того, чтобы им с матерью жилось дружно. Волочкова также раскрыла причину, почему ее фотографии в купальниках собирают такое большое количество лайков. Многие из звезд шоу-бизнеса тычут на мои снимки в купальниках. Уверяют, что это стриптиз и некрасиво. «Солнышки, так вы приведите свои телеса в порядок, чтобы вашим мужчинам было приятнее смотреть на вас, а не на Анастасию Волочкову», — заявила танцовщица. По словам Волочковой, она никогда специально не подливала масло в огонь и не провоцировала пользователей снимками своих знаменитых шпагатов. Вместе с тем, звезда призналась, что уже давно смирилась с огромным количеством злобных комментариев после публикации таких кадров. «Мне оставляют комментарии моральные инвалиды. Они не понимают, что стройность и красота — это прекрасно. Из них льется желчь, и они пишут всякие гадости, на которые я перестала обращать внимание», — сказала балерина. Ранее артистка рассказала о том, что приносит ей большую радость в жизни. Привыкшая окружать себя красивыми, изысканными вещами, сорока трехлетняя знаменитость очень любит живые цветы. До недавнего времени ее безусловными фаворитами были белые розы. В одной из публикаций в своем инстаграме Волочкова призналась, что впервые изменила розам. «Теперь я буду белой кошечкой, с белой лилией. Измена, белым розам», — написала знаменитость.